Несмотря на то, что последняя репетиция в домашнем чемпионате, у португальцев была тоже не самая удачная. Они смогли дома обыграть на Сианан. 0-0. Закончилась та встреча, но что-то подсказывает мне, что в этой встрече мячи забитые будут. По крайней мере, Зенит уже сейчас начинает делать все, чтобы мой прогноз сбылся. В ротах стоит бразилец Нинсон, хотя редко использует вот такую возможность, чтобы легионер занимал пост голкипера. Значит, класс этого вратаря превосходит всех португальцев, имеющихся на севере Португалии. Кстати, это один из самых северных клубов, а вот опасный момент. Спасает команду Камил Чонтофальский. Вырвался к воротам Торжину. Торжину, да, Торжину, седьмой номер. Вот здесь мало что могло понравиться Ластемнилу Петржелы, как сыграл центровооборона. А перед этим еще и центр полузащиты. Смотрите, Эрик Хагин как запоздал. Вслед за пьедесталом, скажем так, за зону Уэфа. То есть не было никогда особых проблем с оставанием. Опасный момент. Киржаков достанет мяч, достал, не дал уйти ему. Ну вот, не то, что удар Родимова. Родимова, да. Ну, в общем, стабильность признан клуб Витория из Геморанша. Александр Спивак очень опасно подает угловой. Здесь неплохо сыграл Александр Горшков на ближний штанг. Но это он в своем духе, в своем репертуаре, потому что он сразу взял такой несколько шутливый тон. Такого рубахи парня. Хотя тренер-то очень серьезный и очень хитрый. Любимая схема 4-3-3. И сегодня она тут. Зарубежных соперников европейских. Определенный тренинг. Донус поддерживается. Изобрелая мяна будет удар. Вот кто-то, может быть, на отскоке бы оказался более быстроногий, чем Эрик Хаген. Это Игорь Денисов пробил с линии штрафной. Статистика ударов. У Зенита это первый удар в створ. Из двух. Витория била, мы помним, выход Торжино. Но только однажды тоже очень опасно. Но тогда мяч в створ не попадал. Вот сейчас что-то тоже назревает у наших ворот. Посмотрите, как Торжино опять распоряжается спокойным мячом. Отдает его назад от удар Неки. К счастью для нас, выше ворот. Если продолжить дальше тему выступления Зенита в Кубках Уэфа, то вот в его российский период. Отметим, что всего провел Зенит 18 в Северной Пальмире. Докажет свое превосходство над этими хорошими, но все-таки не самыми лучшими командами. Опять опасный момент. Мог возникнуть у ворот. На самом деле? Очень молодой нападающий. В 20 лет ему и все еще впереди в футбольной карьере у этого футболиста. И показывает очень интересный футбол. Что сделает орбита. Да, вот теперь важно, где именно фиксируется это нарушение. То, что оно было, наверняка, никаких сомнений нет. Требует отодвинуться стенку еще примерно на метр. Тот же самый трюк. И удар упавшего защитника. И, наверное, будет повторение, да? Потому что желтая карточка Драгонеру. Времени впереди. 70 минут. И если два центральных защитника уже получили по карточке, с учетом наличия таких быстрых, я бы сказал, реактивных нападающих, как Аршавин Киржаков, это есть нам прямая выгода. А, то есть, дай бог не последняя, да? Вы имеете в виду уже в этой... Вот последняя акция, которая была вообще показательна, когда всем дамам, сделавшим покупку в клубных магазинах, выдавались розовые билеты на матч. И они могли бесплатно прийти. Опасный момент. Вот мы видим повтор. Не совсем уверенно. Мартин Шкуртеу. Всех игроков мы уже сегодня познакомились. Из португальской команды. Вот только 26-й номер Флавио Майрелиш. Не так часто с мячом у нас появляются в ироны Локомотива. Сегодня вот пытаются по этим первым 35 минутам показывать что-то похожее португальцы. Но пока Зенит успевает выходить из обороны в атаку. Здорово действует Горшков. Но не получился удар. Накрыли его. Но мяч пока не вышел. Денисов. Да, вот мы почему-то делаем всегда ставку на контроль мяча. Да, вот как бы хватило ему сил и здоровья продолжить игру. Горшков. Уже не первый, кстати, вот такой перехват мяча в центре. Хорошее чувство позицию этого опытного футболиста. Знает, куда мяч пойдет. Аршавин. И хорошая передача в касание. На точку указывает Дэн Дэлевич. 37-я минута. Как здорово подставил с Игоря Дениса в этом моменте. Посмотрите. Есть уже у него желтая карточка. Хороший эпизод. Аршавин собрал троих вокруг. Ну, о чем здесь говорить. И передачу, какую Радимов в касание, нашел, увидел и отдал. Но, может быть, не такой фатальный толчок. Будем объективны на решение арбитра. Красная карточка Эрик Хаген. Да нет, нет. Это, безусловно, Медейруш. Друзья, не надо нас так пугать. 14-й, да не наш. Это Медейруш удален. Жестовок обошелся с португальцами. Арбитр из Сербии. Несет удар. Но там, смотрите, как перемещается Нилсен. По линии. Пугая пытается сбить. Спивака, но мяч в сетке ворот 1-0. 1-0. Уверенно реализовал пенальти украинский легионер «Зенита». В Санкт-Петербурге, да еще и в десятером остаются португальские футболисты. Посмотрите, упал Александр Спивак после удара. Все-таки газон. Не держит, да. Здорово, что он перехитрил Нилсена. Переиграл его. В разные углы полетели галкипер и мяч. И тут же, пока мы наслаждались этими видеоповторами, тревожный эпизод ворот Камилы Чентафальски. К счастью, все обошлось. Джоу Нека упал. Пока мы еще и еще раз смотрим команду вперед. Видим мы в очередной раз повтор вот этой первой радости в этом матче. Радовец и тренерский включал в объятия Татьяну Буланову. Аршавин бросает прорыв Киржакова. Нет в ней игры. Это Игорь Денисов. Киржаков чуть сзади. На дальнюю штангу. И снова Радимов не попадает с летом. А почему же не Киржакову? Почему же решил сыграть так вот посложнее Игорь Денисов в этом эпизоде? Ну, наверное, видел, что поднял руки. Обе руки капитан. Идет на этот мяч, готовится. Второй уже удар такой слет у Влада в этом матче. Опять мяч идет выше ворот. Теперь Павел Марыш. Вот смотрите, как Денисов сохранил мяч. Уходивший за лицевую. И передача, конечно, хорошая. Плагбарт. Возвращает себе мяч португальцев. Все работает. Передача на правый край. Чунтафальский должен опережать. И должен выходить на этот мяч, вне всякого сомнения. Смотрите, как... Не знаю уж, посчитают ли статистику этой игры, как удар в створ ворот. Но, наверное, иначе-то это назвать и нельзя. Несмотря на то, что блокировали защитники упавший мяч. И тут же быстрый ответ. Но в этой игре Зенит, который любит сам себе и болельщикам нервы потрепать, все-таки находит какую-то прелесть. Потому что и он при такой игре имеет возможность быстро убежать в контратаку. Вот что сейчас и делают петербуржцы. Знаете, Роман, ну, честно говоря, вот этот сигнал на 44-й минуте, очень хорошая атака удалась у португальского клуба. Вот видим мы ее повтор. Благо, чуть выше головы. Два-два по головы. Витория выполняет подачу. Низом мяч идет. Принимает его Торджино. Витория из Гимарайныша. Посмотрим, сумеют ли перестроиться сами зенитовцы. И не будут же они играть так, как играли последние. Мнениями с Андреем в перерыве. И все-таки Антоний Федорович Бышевец пока перехваливает Виторию. В обороне эта команда играет не так уж, чтобы без всяких ошибок. Хватает. Ширяют свою футбольную географию в Кубке Уэфа. С кем только не приходилось встречаться зенитовцам. И с клубами из Италии. Андорры, Швит. Есть редкий шанс впервые проиграть русским, обогатить свою коллекцию клубную. Потому что с русскими еще этот португальский клуб в Еврокубках не играл. Спивак. Знаете, у меня пока ощущение, что он лучший игрок зенита на сегодняшний момент. Ну, а тут, Андрей, я не знаю. Я вам просто открываю, так сказать, фланг. Пожалуйста, атакуйте Игоря Денисова. Я не хочу его атаковать. Я хочу даже поспорить. Очень мне нравится игра в последних матчах этого молодого футболиста. Поэтому поспорить в том плане, что может быть Денисов претенд у двух футболистов на флангах своей команды. А что-то у Анюкова сегодня не включился, видимо. Дополнительный желудочек. А вот ответ португальского клуба. Ой-ой-ой. После такого ответа, в общем, мы могли бы... Ну, мы искали только каркас ворот. Напомню, Виторий играет в меньшинстве. Очень напомнил этот удар. Удар Джабриила Сесе в матче Лиги Чемпионов. Когда нападающий Ливерпуле поразил ворота. А здесь удача была. Вот Денисов идет вперед. И ответ наш. Ну, вот мы ответили адекватно. Отлично. Я просто соглашаюсь с вами. Действительно, Игорь Денисов. Денисов вырывается вперед. В этом условном соперничестве название лучшего игрока матча. Но мяч записывает на свой счет Андрей Аршавин. С учетом того, что одну треть сделали до этого. Так, уже уверенный шаг к победе сделал Зенит. Запорную ногу в ближний угол пробил Андрей Аршавин. Напомню, что квалификационный раунд. И те мячи, которые были там забиты, сейчас уже не считаются. Считаются мячи, забитые непосредственно в Кубке УФА. И Аршавин, таким образом, забивает два мяча из трех зенитовских в этом туре. Футболиста более медленен, чем без мяча. Но так просто добегал вслед за Денисом этот футболист. А соглашусь с вами, что множество... Говорят многие специалисты, в футболе нет правильно или неправильно. В футболе есть выиграл или не выиграл. И вот пока Зенит на 55-й минуте ведет 2-0. Но продолжает время от времени раскрывать отдельные зоны в своих построениях. Это позволяет Витории отвечать. Ну, что же происходит-то такое? Но с другой стороны, нам могли забить дважды. В штангу попадает чутье у ворот. А вот очередной повтор. И хорош, конечно, удар с правой ноги Аршавина. Разводил было руками Киржаков. Ну, что ж не мне-то? А потом этими же самыми разведенными... На все свое футбольное мастерство фразийский голкипер не дотянулся до мяча. Неприятный рикошет. После удара с 40 метров. Да, такой на тоненького, честно говоря. 50 на 50 был момент. Сейчас нет ни игры. Опасный момент Чентафальский на месте. Хорош. Торджино открывается постоянно. Сколько возможностей для удара у него было. Столько раз он убил поворотом на цельность. Замечательная на удар у этого футболиста. Смотрите-ка, Витория уже опережает Зенит по числу точных ударов. 5 против 4. И пусть пока эта статистика ровным счетом ничего не значит. В таком сухом остатке у нас пока только 2 гола Зенита. Но тем не менее. В десятером играющая команда. Смотрите, что творит. И, к сожалению, для нас отыгрывает таки один мяч. Ну что же это дернул меня черт за язык. Накаркал я, наверное, с губернатором Петербурга Валентина Ивановна Метвиенко. Естественно, на этом уровне дипломатия прежде всего. Но нам она тут совсем ни к чему. Мы, к сожалению, пропустили. Нека хорошо пробила. Рикошет помог португальцам. Но нам от этого не легче. Шкартел подставил ногу. Наверное, хотел как лучше. Но получилось, как всегда. Усугубить свое положение. Зениту совсем, наверное, сейчас не улыбается уравняться по числу игроков на поле с Виторией. Работает. Ну, а с другой стороны, наверное, все были основания, чтобы раскрепоститься у Витории. Что она, по большому счету, теряет? Ну, даже если бы она проиграла бину. Не смотреть на то, сколько матчей ты пропускаешь, в чем такой не совсем привычный для нас. Система в один круг. Мы продолжаем с вами полемику по этому вопросу в турнир. Клебер подключается. Флавио. Почувствовали вкус дальним ударом португальцы. И отмечали мы, что играют Ротейро. Тем мячом, который летит непредсказуем. Посмотрите, как падал он за спину Чентафальски. Предательский хор. И есть возможность для атаки. И если «Зенит» воспользуется этим, то, мне кажется, будет легче уже сумеет забить в поле в третий гол. То есть, если до гола, значит, много моментов, много хороших выходов. Пошкос прорывается в своем первом единоборстве через защитника. Передача Кержакову. Это любимый вариант Александра. Удар сразу, сходу, в ближний угол. Нередко он попадал в такие мячи. Кстати, много разговоров ходило об эгоизме Александра. А вот этот сезон подтверждает, что и в созидании, и в командной игре немаловажную роль играет этот форвард. 7 или 8 передач в чемпионате голевых на того, чтобы он использовал свои сильные качества. И в связи с этим, конечно, есть у Васильмилы Петржелы ход такурцев, которые хотели заманить «Зенит» в открытый футбол. Ну, может быть, это и на самом деле является панацеей. Опять нэк. Португальцы ввязаны, они в центре поля. Ну, а кто бы мог, скажем, добавить вязкости «Зениту»? Денисов мяч потерял. Уж больно там настойчиво действовал Клебер. Пошел вперед капитан Витории. Какие же техничные они все-таки, эти португальцы. Боже ты мой! 74-я минута. Черная для нас. Что такое? Не засчитан мяч с Лима Винашура. Что же там усмотрел орбитер? Может быть, мешал второй форвард, находясь вовне игры, как говорят в Одессе. Ведь 2-1. Совсем шаткое преимущество. И сейчас Бинашу показал, что есть варианты. Не превосходит витарию в этой игре. Два равных соперника. Нам пока чуть-чуть все-таки удача улыбается. И вот и сейчас тоже она во весь рот улыбнулась Камилу Чунтафальске. Новый удар издали. Неки. Смотрите-ка, уже 9 попаданий в створ. Вдвое больше, чем у «Зенита», у гостей. 15. Ну и Слим Винашур с поляков. Правда, наступает прав своему партнеру разыграть мяч. А не коп. А никаких карточек нет. И Слим Винчик показывает, что, мол, я забыл карточки в перерыве в раздевалке. Ребята, все нормально. Главное, что... Мы начинаем разбивать игру на паузу, особенно когда игра идет у команды соперников. Обладают многие большими. И с точки зрения результата, который мы видим, 84-й минуты, 2-1. И «Зенит» понимает, что должен сделать все, чтобы сохранить этот результат. Но будут провоцировать, безусловно, будут провоцировать футболисты. Напросился Владислав Радимов на красную карточку от сербского арбитра. И уже торопятся португальцы. Опасен этот Бенашур. И опять мяч летит тут, ведя в счете. И большую часть матча проведя в большинстве. А Хаген сейчас, вы знаете, решил. Бенашур постоянно, как у него мяч, идет какое-то острое решение. Или удары, или передача. Вот этот навес один, чего стоил. Хорошо, что венгрия прихватил немножко Хагена и не дал ему возможности пробить. Вы знаете, если вот эта команда сейчас на предпоследнем месте в чемпионате Португалии... Спасибо. Продолжение следует...